Смотрите, что нам дала кооперация Мы понимаем, что Как вам сказать Для того, чтобы продолжать работать в этой сфере Другого варианта уже нет Уже нет Уже невозможно На этом рынке удержаться одному Особенно маленьким хозяйством Мы же все мелкоземельщики Поэтому это как раз то, что для нас нужно Рабочая схема А позволяет удержаться Удержаться на рынке Вы имеете ввиду удержаться на рынке И попасть в серьезные полки магазинов, да? Ну да, работать с крупными сетями Работать с крупными сетями Вы смогли выйти на крупную сеть? Ну да, мы с магнитом работаем Работаете с магнитом И сколько времени вам понадобилось для того, чтобы выйти на эту сеть? Сколько времени потребовала подготовка? Это же не просто все Ну мы до сих пор еще все в процессе Новых клиентов И эта работа С момента открытия уже 3 года И вот мы планомерно так вот Расширяем рынок сбыта И в том числе по магниту Вы расширяете, да? Ну да, сначала мы поставки сделали так Как сказать Ну и даже если взять финансовые показатели То объем балловый У нас был первый год Это где-то 12 миллионов Потом 27 миллионов В прошлом году мы продукты продали практически на 45 миллионов О, ну серьезно За 3 года получается в 4 раза практически Да Рост Очень серьезно И ассортимент вырос, видимо Ну ассортимент Не то чтобы вырос Он у нас и был Просто Как вам сказать Ассортимент В сеть поставок Ага Мы раньше только по моркови работали Сейчас по редису работаем По тыкве работаем По редьке работаем Ясно Скажите, сколько Фермерских хозяйств Может быть и личных подсобных Работают на кооператив В связке с кооперативом Сейчас Ну 17-20 По-разному 17-20 Из разных районов Это Краснодарский край Все они Да, конечно Конечно Да Скажите Господдержка В чем Проявилась Вы пользовались Господдержкой Как кооператив Ну вот По программе Начинающих кооператив Получили грант Освоили Работаем Да И на что Вы потратили Полученные Средства Куда потрачены Средства На строительство На строительство Ну Хранитель Ну да Цех Доработки А Цех Доработки Да То есть Там можно И хранить Овощи И Фасовать Очистку Производить Да 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 Ага Ясно Это Важно Можете Сказать Какого размера Был грант 25 миллионов 25 миллионов Других Видов Поддержки Вы не получали Ну мы получали Вот погрузчик Купили 50 процентов От стоимости Нам вернули Ага Погрузчик Да А Первый Грант Он целиком Ушел Вот на Создание Этой базы Да Да Ясно Теперь скажите Вот Что касается Что касается Торговых сетей То они Обычно Заинтересованы В том Что постоянно Поступала Продукция Вот как вам Удается Создать Овощной Конвейер Ну мы сейчас Начали Сотрудничать С Фермерами Крыма И у нас Разница Во времени Урожая Разная И поэтому Нам Процесс Удлиняется Практически Круглогодичный Теперь поступление Овощей Получается Вот так Но Это Только Овощи Открытого Грунта Или Из-за Крытого Тоже Нет Пока Только Овощи Открытого А Крым Когда Начинает Поставлять Ну В этом году Вот Сейчас Только Ждем Не знаю Как оно Будет В реале Но Ждем Что Примерно Две недели Разница Две Две Недели Раньше Вы Благодаря Крыму Начнете Реализацию Продукции Что Первым Придет Оттуда Редиска Или Что еще Ну Сами Не знаем Что там Они нам Приготовят Планируем Да По редисе По моркови По помидорам Ага Ясно Хорошо Скажите Еще Вы На Своих Плантациях У вас же есть И Свой Огород Рядом С базой Вы Там Выращиваете Те же Самые Овощи Или Какой-то Ассортимент Особенный Нет Те же Самые Те же Самые То есть Для того Чтобы Объемы Увеличить Да Да А Вот Мне Помнится Вы Выращивали Там И два Урожая Вторым Урожаем Некоторые Культуры Пробовали Ну Так же И поступаем Да А вторым Урожаем Что У вас Идет Обычно Редька Редька Да Да Одна Культура Да Да А Другие Фермеры Что-то Выращивают Вторым Урожаем Например Столовую Свеклу Или Что-то И еще По-разному Каждый Год Разный Каждый Год Разный Но Есть Такое Что Два Года Два Урожая Сезон Для Краснодарского Края Это Вполне Возможно Особенно Если Полив Есть Ну да Стараемся Но не каждый Год И Как-то Ну Не всегда Получается Второй Урожай Из-за Чего Не получается Из-за Погодных Условий Из-за Сбережения Земли Чтобы Не Стащить А Ясно 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 Не 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 Понятно Это Важно Скажите Вот Какие Выгоды И какие Проблемы В работе С сетями Для Кооператива Это Рабочие Моменты Они Решаются Путем Переговоров И диалогов Всяких Проблемы На любом Производстве То Касто То Поставки То Сроки То Ассортимент Да Елена Николаевна Ну Тогда Вот Так Попробую Сформулировать Вопрос Если Кто-то Захочет В других Регионах По Вашему Пути Пойти Чтобы В крупную Сеть Попасть Силами Кооператива Что Важно Учесть Вот Исходя Из Вашего Пускай Не Очень Богатого Опыта Но Какие Подводные Камни Существуют Чтобы Вот На них Не Не Разбиться И Продолжить Работу Успешно Что Важно Учесть Приоритет Это Конечно Самое Важное И Главное Это Подобрать Команду Надежно Это Самое Важное Чтобы Чтобы В сложный Момент Не разбежались Из корабля Ага Команда Чтобы Были Поставки Вовремя Да Кооператив Чтобы Имел Запас Овощей Для Реализации Так Ну да Конечно Да Это одно А вы Сами Отправляете Продукцию Доставляете До Базы Торговой Сети Да Да Сами Это Тоже Важно Там же Сроки Жесткие Требования На этот Счет Правильно По графику Ну конечно Сети Научат Нас Всех Работать Сети Научат Работать Это Хорошо Да Но Сейчас Вы Можете Сказать Что Вы Научились Уже Маленько Работать Сетями Предела Совершенства Нет Предела Совершенства Нет Да Да Но может быть Вот на эту Тему Что Ну Команду Создать Ответственные Люди Пунктуальные Что Еще Может быть Надежная Техника Тут ведь Очень важно Чтобы и Машины Не Не подвели Это Как в любом Деле Но я считаю Человеческий Фактор Сами Фермера Поддержка Власти Это Много Стоит И Если Есть Всякие Потом Проблемы Они Все Решают Если У тебя Хорошая Команда И Поддержка Власти Да Если Если Будет Предложение Желающие Всегда Рассматриваем А Ясно Ну вот Видите Вы В этом Году Уже Расширяетесь В сторону Крыма Это Интересно Интересно Возможность Раньше Начать Получать Овощи Ранние А Вы Торгуете а поставляете эти овощи в течение всего года, часть храните, да, те, которые можно хранить. Весь год работали без перерывов. Без перерывов. Да, была поставка круглогодичная. Здорово. А какие виды овощей были в зимний период, в весенний, из того, что хранилось? Да, редька, морковь, светла. Ага, вот эти вот три наименования, ясно. Вы до сих пор их отгружаете или уже закончили? Ну, урожай 20-го года уже практически закончили, сейчас уже начинаем работать с урожаем 21-го года. Это уже редиска. Да. Скажите, фермерам, насколько интересно с вами работать, они поставляют вам всю выращенную продукцию или только часть? Только часть. Они смотрят, ну, как обычные бизнесмены, фермер это же серый бизнесмен, куда лучше, куда выгоднее ему продать. Вот на сегодняшний день, куда ему выгодно, туда он и продает. Мы его никак не ограничиваем. Просто мы стараемся сделать так, чтобы выгодно было ему в кооператив сдать. Ну, это он и сам понимает. Ага. Ну, выгодно ему в кооператив сдать. Почему? Какие выгоды для него в кооперативе, для фермера? Ну, потому что каждый уже фермер понимает, что кооператив – это работа в долгую. Все социальные покупатели – это все разово и нестабильно. Кооператив все-таки – это программа в долгую. Да, это очень существенно. А скажите, вот объемы от фермеров, они, начиная от какого объема и до какого? Вот, допустим, там кто-то, может быть, и 10 тонн поставит вам в течение года, да? А кто-то совсем чуть-чуть. Ограничений по объему вообще нет. Кто сколько может, тот такой вклад и вносит. Угу. Они доставляют своим транспортом до вашей базы? По-разному, по-разному. По-разному? Угу. И иногда и вы забираете? Ну, да. У кого транспорт есть, своим, у кого нету, тогда уже думаем, что-то сделать. Ага. Ну, потом расчет уже с учетом затрат и на транспортировку, да? Ну, конечно, конечно. Да. Ну, а кооператив получает какие-то средства для своего развития вот сейчас уже за счет фермеров или у вас не предусмотрено этого? Мы, знаете как, мы всю прибыль оставляем у фермеров. Мы же созданы для того, чтобы фермер больше зарабатывал. Да. В кооперативе прибыль остается только в том случае, по договоренности. И вот если нам нужно по грусти купить, мы об этом договорились, собрали нужную сумму и купили. Да. А так вся прибыль остается у фермеров. У членов кооператива. Да. Кооператив только берет деньги за потраченное, ну, за элитарную энергию, так, чтобы не быть в убытке. Я, ясно. А в этом году вы планируете какое-то развитие, какие-то приобретения для своей базы кооперативов? Ну, конечно, план развития всегда есть, но это же только сейчас пока планы, начало года. А. По результатам работы. Да. А скажите, какая, какая площадь у членов кооператива под овощами, можете назвать? Это, там, 3-5? Офигатор, земельный фонд, земельный фонд у кооператива, чуть больше 200 гектаров. 200 гектаров? Да. Это у кого 5, у кого 60, у кого 15, у всех по-разному. Угу. Да, это, это небольшая организация, действительно, небольшие площади, но, тем не менее, вот видите, даже с таких небольших площадей удается пробиться в торговую сеть. Вы не планируете куда-то еще поставлять, кроме магнита? Планируем, планируем. Сейчас налопчимся на магните и пойдем дальше. Пойдете дальше. Есть другие торговые сети, которые вам интересны, да? Ну, конечно. Да. Если с магнитом научишься работать, я думаю, что подобное оно... Да. Интересно. Елена Николаевна, скажите, вы переработкой не планируете заниматься? Вы прям все хотите наши планы узнать. Раньше времени. Раньше времени. Но, может быть, перспективы... Как у каждого предпринимателя планы «Барбаросса» всегда есть, конечно. Да. Ага. Поскольку, ну, действительно, там есть и скоропортящиеся продукты, их надо быстро произвести в дело, и многие позиции могут быть интересны. То есть, такое направление в планах есть. Елена Николаевна, спасибо за интересный рассказ. Успешного, хорошего сезона вам в нынешнем году. И хорошего урожая, хороших сцен. Все хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. Да. До свидания.